Здравствуйте! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. В Москве ожидают оплату долга за ресурс в размере около 2 миллиардов долларов до 10 утра по местному времени и готовятся ограничить поставки голубого топлива в Украину. Киев, в свою очередь, продолжает работу по наращиванию поставок природного газа из Европы в Украину. Основные пункты моего предложения касались плана платежей. Этот план предусматривал оплату 1 миллиарда долларов практически немедленно. Российские партнеры его отвергли. Они настаивают на том, чтобы немедленно получить миллиард 900 миллионов долларов. Кроме того, они настаивают на том, чтобы иметь цену газа 385 долларов за тысячу кубометров на весь год. Конечно, такой уровень цены для Украины абсолютно неприемлем, и Украина не будет его оплачивать. Российская сторона задекларировала, что если не будет соответствующей предоплаты, то, конечно, будет ограничение поставок газа в Украину. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит сегодня вопрос введения военного положения на востоке страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. При этом он подчеркнул, вооруженным силам Украины ничего не мешает выполнить те задачи, которые поставил президент Петр Порошенко. У НАТО есть подтверждение пересечения границы с Украиной военной техники с территории России. Североатлантический альянс опубликовал серию спутниковых снимков и фотографий из открытых источников. Они свидетельствуют о том, что замеченные на востоке Украины танки не имеют маркировки и похожи на те, что Россия применяла во время аннексии Крыма. В альянсе потребовали от Москвы публично признать ответственность за содействие нестабильности в Восточной Украине. Россия должна сделать ответные шаги для предотвращения скалации насилия в Восточной Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. По словам дипломата, в первую очередь Москва должна прекратить поддерживать и протестов и поставлять им оружие. Уильям Хейк отметил, если Россия будет провоцировать нестабильность в Украине, международное сообщество готово наказать ее новыми, более жесткими санкциями. Майдан призывает к перевыборам в парламент. Участники общественного Веча огласили свои требования к власти. Главное из них принять новый избирательный закон. По нему выборы будут проходить по открытым спискам и проходной барьер снизится с 5 до 3%. Второе требование уже к президенту. Немедленно распустить парламент и объявить перевыборы. Депутатов предупредили. Кто испугается, не захочет работать и уйдет в отпуск, может не возвращаться. Во вторник, 17 июня, в 9 утра активисты запланировали под стенами Верховной Рады акцию, во время которой проведут символическое очищение парламента. Всем желающим начали выдавать мотивационные наклейки и ветошь. Мы требуем, чтобы Верховная Рада включила в повестку дня уже зарегистрированные законопроекты, приняла закон о выборах по открытым спискам, снизила избирательный барьер хотя бы до 3% и приняла процедуру прозрачного финансирования партии. Во вторник мы будем настаивать, чтобы этот законопроект был включен в повестку дня сессии и буквально в течение нескольких дней пройдена вся процедура и принят этот законопроект. Расследование нарушений прав человека во время событий на Майдане обсудила делегация Международного уголовного суда с украинскими чиновниками. Эксперты просят продлить срок изучения дела и больше полномочий. О результатах переговоров расскажут наши корреспонденты. О том, что дело Майдана может быть рассмотрено в Международном уголовном суде, стало известно еще в апреле. Украина признала право международной институции расследовать трагические февральские события. Впрочем, по истечению двух месяцев представители Международного уголовного суда все еще продолжают консультации и обсуждения. Никаких предварительных итогов пока не озвучивают и просят расширения полномочий. Мы настоятельно рекомендовали украинским властям расширить срок действия декларации и действия юрисдикции Международного уголовного суда, утвержденного в апреле этого года. Доказательств нарушения прав человека во время событий на Майдане более чем достаточно, говорят правозащитники из международной организации Amnesty International. Многие нарушения засняты на видеопленку. Хватает свидетелей, готовых опознать участников событий. Очень широкий спектр проблем. Это и ограничение права на мирные собрания, пытки и безосновательные аресты. Содержание под стражей без достаточного количества оснований. Конечно, и ужасные убийства, произошедшие в феврале. Нарушения во время аннексии Крыма и событий на востоке Украины также не должны остаться без внимания международной общественности, настаивают правозащитники. Но Международный уголовный суд расследовать эти события не может. Украина не ратифицировала римский устав, полностью признающий его юрисдикцию. Впрочем, даже после такого решения рассмотрение крымского дела смогут начать только через три года. В 2017 году, согласно римского устава, Международный уголовный суд начнет рассматривать преступления военной агрессии. Таким образом, будет дана соответствующая оценка тому референдуму под дулами автоматов, имевшему место. Для того, чтобы ратифицировать положение римского устава, необходимо внести поправки в Конституцию. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении в парламенте. Александр Пантелеймонов, Александр Грыбань, БТБ В этом году в Украине планируют собрать около 60 миллионов тонн зерновых. В Минагрополитике говорят, весенние полевые работы уже почти завершены. Состояние посевов удовлетворительное. Теперь украинские аграрии будут готовиться к жатве. Какие проблемы сейчас существуют в аграрном секторе и как их можно решить? Далее в сюжете. Урожай надо считать не в поле, а в сборе. Именно такого принципа придерживаются в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. И уверяют, зерна соберут достаточно. Главное сделать это вовремя и с минимальными потерями. Нынешняя жатва будет проходить в особых условиях. Это также и климатические условия. Как результат мы видим, сколько погибших хлебов. Хотя прогнозы на урожай довольно высокие. Но главная задача всех технических служб собрать урожай своевременно и без потерь. В посёлке Исследовательском прошла выставка сельскохозяйственной техники. На ней представлены образцы, которые должны помочь украинским аграриям решить проблемы сбора урожая, возникшие в связи с неблагоприятными погодными условиями. За двое суток выпала месячная норма осадков. Чуть ветер колыхнул, и зерно в пределах 30% полегло. Это значит, минус 30% к урожайности. Именно поэтому сегодня мы и показывали технику. Жатки прицепные, навесные, которыми придётся вот эти кусочки выбирать. А остальное обычными комбайнами прямым способом. На украинском рынке сельхозтехники представлено множество уникальных моделей отечественного производителя. К примеру, при помощи специальных жаток можно с минимальными потерями собрать урожай зерна, которое полегло из-за ветра или дождя. И это далеко не все возможности новых агроразработок. Наш традиционный продукт – валковые жатки, который позволяет сушить зерно не на элеваторе, а сушить зерно непосредственно в поле и дальше сократить все остальные затраты, с этим связанные. При помощи специального рукава вместимостью 200 тонн при минимальных затратах зерно можно хранить до двух лет. Это здорово поможет аграриям, которые из-за не всегда удовлетворительных условий элеватора, боясь потерять урожай, вынуждены продавать хлеб по невыгодным ценам. Одна компания, они собрали зерно и продали сразу же после сбора урожая, тоже не буду говорить цифру, где-то в районе, например, 1500 гривен за тонну. А через 4 месяца оно уже стоило 2500. Они могли просто потратить часть денег на хранение зерна в рукаве и потом продать дороже. На этом заработать больше. Новые модели украинских разработчиков в этом году будут кстати, ведь по предварительным расчетам Украина планирует собрать до 60 миллионов тонн зерна. Виктор Колымец, Елена Деркач, Станислав Кропольницкий, БТБ. Ну а далее на БТБ-анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Международная выставка вооружений военной техники Евросетери 2014 начинается в Париже. Украина представит там бронетехнику нового поколения от Харьковского комбината имени Морозова, БТР-3, БТР-4, основной боевой танкоплот, а также ракетный комплекс «Сармат» Киевского комбината «Луч». Еще одну новейшую разработку покажет Кременчужский автозавод бронеавтомобиль «Крас-МПВ Шрек». Глава МИД России Сергей Лавров заканчивает двухдневный визит в Минск, а затем отправляется в Белград с белорусскими и сербскими союзниками. Кроме вопросов сотрудничества, будет обсуждать и ситуацию в Украине. В Вене начнется новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Президент этой страны Хасан Раухани заявил, что об основным пунктам стороны уже договорились. По его словам, «Шестерка» согласна снять санкции с Ирана и разрешить ему продолжить обогащение урана. Вопросы остаются только о масштабах иранской ядерной программы. Раухани надеется подписать окончательное соглашение до 20 июля.